Привет! Это арт-студия Единорог и я Инна. Сегодня мы будем рисовать очаровательного зайчика смешанной техники акварель с фломастерами. Ну что, давай рисовать. Для начала мы отметим место, где мы будем располагать нашего зайчика. Вот так. Нарисуем эскиз нашего зайчика. Зайчик у нас будет девочка. Нарисуем вначале голову. Голова это круг. Затем тело. Тело будет выглядеть вот так, как груша. Сзади вот такой хвостик. Здесь вот такая вытянутая лапка. Овальчик. И здесь вторая такая же лапка. Так. Нарисуем наши музаики ушки. Длинные ушки красивые. Вот так. Здесь у нас будет бантик. Я тебе говорила, что мы будем рисовать девочку. Так. Теперь смотри, мы будем рисовать мордочку у зайчика. Носик мы нарисуем в форме сердечка. Так. Здесь нарисуем щечки, кругляшки и глазки. Так. Здесь такая обробка молит. И второй глазик точно так же. Немножко подправим мордочку. Вот так. Здесь у нас будут передние лапки. Вот одна лапка. И вот вторая. Зайчик наш будет с тобой держать морковку. Большую морковку. Вот такую. У морковки здесь будут такие хвостики. И вот такие. На морковке была черточка. Теперь нам нужно поправить наш экис перед тем, как мы будем рисовать акварель. Так. Сотрем все лишние линии. Те, которыми строили нашего зайчика. Чтобы у нас ничего лишнего не оставалось. Исправляем, чтобы у нас одна линия только была, которой мы будем рисовать зайчика. Что-то я немножко большого не рисовала. Чуть-чуть уменьшу. Купелюшечку вот так. Вот такой хвостик. Ушочек. Так. Лапки. Надо, чтобы у нас была одна линия. Потому что мы сейчас будем закрывать это акварелью. Стираем здесь, здесь. Немножко поправим шейку. Вот так. И чуть-чуть увеличу голову. Вот. Морковку тоже чуть-чуть побольше хочу сделать. Вот так должно у тебя получится. Все-все-все линии лишние стираем. Чтобы у нас осталась тоненькая-тоненькая линия. Теперь мы берем с тобой акварель. Я возьму вот такую большую пушистую кисточку. И возьму вот такой цвет. И начну закрашивать нашего зайчика по контуру. Нужно обойти глазки. Потому что глазки должны остаться белыми. Такой бледный прозрачный цвет должен остаться. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Потому что мы будем подкрашивать дальше зайчика фломастеры. Цвет должен быть равномерный. Бери побольше водички. Берем побольше водички. Делаем прозрачненькую. Заднюю лапку. Морковку на морковку не заходи. Потому что морковка у нас будет оранжевой. Лапки. И так же ушки. Вам обязательно не закрасить ушки. До бантика только. Возьмем оранжевый цвет и закрасим так же морковку. Постарайся, чтобы у тебя не заходило на лапки. Потому что акварель смешается тогда. Вот так. И хвостик. У морковки. Так. Так. Берем зеленый. И закрашиваем в морковки ботву. Так. 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 Смотри, что я теперь буду делать. Я возьму фиолетовый и закрашу бантик фиолетовым. Нужно взять его по гуще, чтобы он получился по насыщеннее. Ты можешь закрашивать таким цветом, каким тебе хочется бантик. Но смотри, чтобы он хорошо смотрелся с розовым цветом. Хорошо смотреться с розовым цветом будет. Желтый бантик. Голубой неплохо будет смотреться. Так. Вот закрасили бантик. И теперь еще мы сделаем щечки. Щечки мы возьмем тоненькую кисточку. Вот у нее есть тоненькая кисточка здесь в красках. Возьмем этот же цвет, которым закрашивали зайчика, но просто по насыщенней. Прямо вот так. Вот такие щечки. Теперь мы чуть-чуть подождем, чтобы наш зайчик акварелью просох. И затем мы будем дорабатывать его фломастерами. Ну вот, мой зайчик почти высох в акварели. Теперь я буду дорабатывать его фломастером. Я возьму розовый цвет, чуть потемнее, чем тельца. Фиолетовый для того, чтобы бантик обвести. Зеленый для того, чтобы обвести ботву у морковки. И оранжевый для морковки для самой. Начнем с зайца. Зайца я буду обводить вот таким фломастером. Но смотри, мы не будем обводить его просто так. Так как зайц у нас пушистый, зверек. Мы будем рисовать зайцу шерсть. Смотри как. Вот такими штришочками. И тогда у нас будет понятно, что зайчик у нас шерстяной, мягкий. Вот так. Пластик так же. Лапки так же. На лапках мы нарисуем пальчики и пяточки. Тоже самое на этой лапке. Четыре пальчика и пяточка. Вот такая. Эту лапку точно так же. С такими штришочками. Вот такой мягкий, уютненький зайчик. И ушки так же. Внутреннюю поверхность мы закрасим прям розовым. Вот так. Теперь возьмем чуть потемнее розовый. Вот такой. Если у тебя нет, можно этим же. Нарисуем носик. Носик, сердечко. Вот так. Обведем бантик фиолетовым. Здесь можно закрасить. Здесь такие складочки. И давай нарисуем горошки на бантике, чтобы у нас был покрасочный и интересный рисунок. Вот такой бантик. Кстати, бровки мы тоже нарисуем розовым. Вот тем, которым носик рисовали, так как у нас розовый зайчик. Вот такие бровки. Давай ротик тоже розовым нарисуем, чтобы... Вот такой прям, как помада. Вот. Теперь мы возьмем черный и нарисуем глазки. Глазки мы обведем черным, потому что, чтобы у нас выразительнее получилось. Так. Аккуратненько обводи, не торопись. Внутри давай сделаем голубенькие глазки. Вот такой голубой. И еще раз черненькие. Вот такой. И реснички. Вот. Обводим морковку. Нужно ввести пожирнее, посочнее, чтобы у нас такая морковка была там яркая. Закрасим вот эти полосочки, которые у нас на морковке бывают. Так. И обведем вот эту морковку. А еще давай посадим нашего зайца на травку. Травку мы нарисуем так же, вот такими штрижками. Возьмем с тобой еще разный акломастер, чтобы у нас сочнее трава получилась. У меня есть разного цвета. Зеленый. Вот так. И на самом переднем плане у нас будет самый светлый. Вот такой у нас зайчик получился. Очень интересный. Очень нежный. Я надеюсь, что у тебя тоже все получилось. Поэтому наш урок закончен. Встретимся на следующем уроке. Ставь лайки. Подписывайся на наш канал. И жми колокольчик, чтобы не пропустить следующие уроки. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok